Штаб по комплексному развитию региона начали с цитата позорной статистики. Ульяновская область занимает по стране 75 место по уровню оплаты труда. Два региона привел в пример сельское хозяйство, где оклад в среднем 25 тысяч рублей. Алексей Русских подчеркнул, зарплата должна подниматься с учетом инфляции, уходить в плюс. Сейчас отставание чуть ли не в 50%. У нас задача за два года, мы должны достичь среднего уровня зарплаты по УРФ. Работы очень серьезные, занимайтесь. Глава области добавил, те, кто не справляется с задачей, ждет увольнение. Отметил Алексей Русских низкий темп вакцинации. Сейчас суточный показатель 1200 прививок, а было 5000. В целом в регионе привились чуть больше 325 тысяч человек. Из них 274,5 тысячи полностью завершили вакцинацию. За последние сутки зафиксировано 282 новых случаев заражения COVID-19. Но движение к положительной динамике все же есть. За прошедшую неделю зарегистрировано 2006 случаев заболевания COVID-19, что на 1,5% меньше показателя за предшествующую 33-ю неделю. Отмечу, Алексей Юрьевич, что это вот некоторое снижение, очень незначительное, 1,5% впервые отмечено за 6 недель текущего лета. Русских сообщил, решено притормозить новый пакет ковидных ограничений, которые анонсировали на прошлом штабе. Не хочется причинять урон объектам экономики. Но если действующие ограничения выполняться не будут, то прийти к крайней мере все же придется. Я призываю руководителей сети от вас очень многое зависит. Именно в ваших организациях наибольшая концентрация людей, и там происходят процессы заражения. Давайте поответствовать, к этому отнесемся. Хорошо? Иначе мы просто вынуждены будем новые меры ограничений вводить. Соблюдать техниковидные меры в обязательном порядке нужно и соцучреждениям, особенно в преддверии 1 сентября. На штабе заявили, учебный год начнется в очном формате. Алексей Русских предложил сделать этот день выходным для мам учеников с 1 по 4 классы, тем самым разрешив их присутствие на торжественной линейке. Глава региона рекомендовал последовать примеру муниципалитетам и руководителям предприятий. Русских добавил, что сам примет участие в празднике. Его сын пойдет в 7 класс 1 гимназии. Исполняющий обязанности министра профильного ведомства Наталья Семенова акцентировала внимание на безопасности школьных маршрутов. Первую неделю учебного года во всех образовательных организациях пройдут акции профилактические, пройдут классные часы, родительские собрания, акции безопасный школьный маршрут. Я ранее докладывала про опыт нашего региона по созданию маршрута дома, школы дома. Мы его еще раз посмотрим вместе с детьми. В целом глава региона просил ужесточить контроль за соблюдением правил дорожного движения и провести операцию «Внимание пешеход». Минувший четверг в центре Ульяновска возле пешеходного перехода случилось смертельное ДТП. Женщина скончалась на месте. Недократно я уже обращал внимание на то, что автолюбители, особенно водители маршруток, постоянно нарушают правила дорожного движения, намеренно не пропускают пешеходов. Нарушителей жестко наказывать. Все, вонят, принято. Ситуацию на самотек пускать нельзя, улучшения не видно. Отчитались на штабе по ситуации с водоснабжением в железнодорожном районе. Утром понедельника обнаружен новый порыв временного водовода. Причина – очередные подвышки грунта. На месте работают аварийные бригады. В ближайшие дни начнется строительство основного водовода, который обойдет оползневую зону. Проектно-смертная документация готова. Цена вопроса – 40 миллионов рублей. Оползневые процессы продолжаются. И до стабилизации процессов по строительству нового водовода, который займет, я считаю, что максимально мы берем для себя месяц, то есть решить вопросы. Но будем сокращать эти сроки, как можно сделать короткими. Обсудили работу общественного транспорта. Минувшие 10 рейдов показали – 9 перевозчиков грубо нарушают расписание движения. Трое перевозчиков маршрутов номер 28, 37 и 84 на претензии не отреагировали. Им грозит лишение лицензии. Сейчас разбирается суд. Мы усиливаем интенсивность движения трамваев для того, чтобы подстраховать в случае недовыпуска перевозчиками транспортных средств, чтобы привозные мощности могут на себя взять электротранс. В течение трех лет в Ульяновской области ожидается масштабное обновление общественного транспорта. Планируется приобрести 50 трамваев, 30 троллейбусов и 240 автобусов. Автобусов Клинат Алиулова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.